Комфортное жилье. Депутаты городского поселения Щелково промониторили состояние многоквартирного фонда. По обращениям жителей они проехали по адресам, а также провели работу некоторых управляющих компаний. Наверху порет, а у нас все или внизу, то запах идет, или отбужарим. В доме 3 по Пролетарскому проспекту в Щелкове два года не работает система вентиляции. По обращению жителей проблемой заинтересовалась постоянная комиссия Совета депутатов городского поселения Щелково. Установлением причин и неполадок предстоит заняться управляющей компанией. Ее руководитель пообещал жителям и депутатам привлечь к обследованию специализированную организацию для выяснения причины неисправности вентиляции. Проведем комплексную проверку всех подъездов, всех вентиляционных шахт. У нас на сегодняшний день есть специализированная организация, которая эта работа выполняет. Есть специализированные приборы, есть специализированные сотрудники этой организации, которые дадут свое специализированное заключение. И после этого заключения уже будем непосредственно принимать то или иное решение. Дому 19 по улице 8 Марта в Щелкове более 50 лет. Ему требуется капитальный ремонт внутренних инженерных сетей. Подвал дома регулярно заливает нечистоты. Руководитель управляющей компании пояснил, что знаком с проблемой. Дома перешли в управление МУПДС ЖКУ с июня 2018 года. Компания проводит работы по откачке канализации и обеззараживанию подвалов. Но из-за устранения проблемы необходимо проведение в доме капитального ремонта системы канализации. Мы не можем найти первую причину затопа. То есть это происходит периодически. Проблема во внутренних инженерных сетях необходимо полностью капитально их ремонтировать, потому что износ очень довольно-таки большой. Что мы для этого сделали? Привыли с жителями совместное собрание, подготовили комплект документов и ждем, чтобы фонд и администрация отреагировали на нашу просьбу совместно с жителями, чтобы этот дом действительно вошел в программу капитального ремонта. За домом не так давно была оборудована спортплощадка для мини-футбола. Жители говорят, что любители играют на ней даже ночью и просят депутатов подыскать для нее смотрителя. Обратились к депутатам и жители дома номер 4 на улице Талсонской, в частности с проблемами канализации дома, ремонта подъездов и состояния парковок. Параллельно совет дома добивается включения общего имущества в план капремонта. Впрочем, те дома, которые комиссионно осмотрели депутаты, необходимо включать в краткосрочную программу ремонта. Домов у нас много на территории, которые требуют этот ремонт. Будем попадать в те первичные, которые необходимо в срочном порядке. Будем требовать и просить, чтобы они все-таки попали в этот фонд капитального ремонта на будущий год.